Друзья, сейчас мы с вами едем по улице Чакова, это уже улицу прекрасно знаете, которую отремонтировали недавно И помните, я вам говорила, что эти велополосы очень мешают движению В общем, с сентября месяца эти велополосы убирают, их не будет Их будут приносить на улицу Крышина-Барна, будут там делать все для велосипедистов В общем, эта улица будет для автомобилей и для общественного транспорта Одна полоса будет для автомобилей, другая будет для общественного транспорта Я вам говорила, ой, сначала давайте поздороваемся Здравствуйте, друзья, забыла с вами поздороваться Я вам говорила, да, что очень много было возмущений, когда сделали эти велополосы Потому что пробка, загазованность Это сделали как экспериментальный вариант Но, в общем, вариант не прошел Только сделали хуже, потому что транспорт общественный опаздывал Особенно в час пик, вы сами представляете, да Автомобилисты стоят, это все газуется Мы боремся за чистоту воздуха, а получается так, что еще больше его загрязняли этот воздух Ну, в общем, улица Крышина-Барна, это соседняя улица Вот там будет ходить трамвай, там будут эти все велополосы Там вот, ну, для всех этих двухколесных, короче, там все будет А на улице Чака этого не будет, к счастью Это, я думаю, все с облегчением вздохнут и все будут очень рады Потому что, ну, и еще, знаете, смотрите Там очень, на улице Чака, да, очень широкий тротуар для пешехода Почему нельзя было сделать его поменьше, например, да, и сделать велополосы Чтобы занимать не проезжую часть, да, а пешеходную часть для велополосы Ну, все как-то по-бестолковому было сделано В общем, и еще наш мост, скоро откроется Мы поедем через мост, я вам покажу Уже все, почти там все закончено Ну, вот сейчас мы будем забираться на мост И уже все, уже асфальтировали Правую часть И уже, по идее, в принципе, должны его уже скоро открыть Посмотрите, видите, уже все заасфальтировали Так что, не знаю, когда В новостях еще пока ничего не говорят Но уже, уже видно, да Как сделали Ну, сделали хорошо И для велосипедистов сделали там отдельно И для пешеходов сделали отдельно Мне нравится, как сделали мост Все-таки он преобразился Делали долго, правда, делали его Я уже со счету сбилась То ли два, то ли три года Вот в комментариях поправьте меня Сколько Мне кажется, даже три года, по-моему, его делали этот мост Вот делали, потом переделывали В общем, тут много чего было Ну, уже все, я думаю, уже скоро-скоро-скоро уже все И вот, друзья, это стоянка, которую с левой стороны делают Парковочные места, да Между двумя дорогами на разделительной полосе Ее уже сделали где-то полтора месяца назад А в эксплуатацию отдадут только в октябре месяце Так что люди только в октябре месяце смогут ставить Сюда вот на парковку смогут ставить машины Она уже полностью готова, уже все Осталось только сдать ее в эксплуатацию Только я не понимаю, почему-то бюрократия так долго длится Сделали полтора месяца назад А в эксплуатацию сдадут только в октябре месяце А закончили они делать где-то в начале июля Закончили они где-то делать примерно так вот В общем, какая-то бюрократия очень долгая Почему нельзя все это быстро сразу сдать в эксплуатацию, я не понимаю Все, в общем, как-то странно Уже люди могли бы пользоваться этой парковкой Ставить туда машины Вот как-то я не понимаю, почему так вот долго длится этот процесс Чтобы сдать эти парковочные места в эксплуатацию уже, да У нас построено вот в Плявниках В Имонте построено И где-то еще построено вот эти вот парковочные места сделаны И вот все они сдадутся только в октябре месяце Все сделано, готово Это же просто дорога, да Пришел, принял, как говорится, и отдал в эксплуатацию, и все Это же не дом какой-нибудь, да Дома и то, мне кажется, быстрее сдают Я не знаю В общем, очень-очень долго у нас вся эта бюрократия происходит Я уже дома, заехала в магазин, купила немножко продуктов Купила каплю, вот за это все запасила 16 евро За что 16 евро? В общем, у нас цены как на дрожжах растут Сейчас вам покажу по продуктам, покажу, что сколько стоит Вот, ребята, вот за эту каплю отдала 16 евро Так, молоко евро 0,4 Банановое молоко 2,49 Купила кусочек мяса за килограмм 6,45 Здесь мне меньше килограмма на 5 евро набрала, да Бублики 2 штуки 50 центов Они подорожали, раньше стоил 1 бублик 19 центов, сейчас 1 бублик стоит 25 центов Но муж их любит, вроде свеженькие, взяла для него Картошка по 35 центов за килограмм, единственное на 82 центов Сыр голландский 500 грамм 2,69 Йогурт мне такой тоже нравится с мыслями По 99 одна штучка И желатин пачечка 99 центов Вот и все мои покупки Ну вот и по чеку 15,76 Ну, считайте 16 евро Раньше, ну, несколько лет назад На эти деньги, да, мы могли уйти с магазина, ну, с двумя пакетами Сейчас на эти деньги мы уходим только с одним половинкой, наверное, пакета Если взять вот несколько Помню, у нас были когда латы Да, и мы, когда заходили в максимум На 10 латов уходили вот с двумя пакетами Потом, когда стало потихоньку повышаться, повышаться все Мы с мужем заметили, что мы тратили 20 латов Но уже уходили с одним пакетом Уже чувствовалось подорожание Ну, а сейчас вообще, ну, я сейчас вот 15 евро, не знаю, сколько это будет в латах, да Ну, еще тут вообще, да, вот С маленьким пакетиком, можно сказать На эти деньги ты уходишь с магазина Скоро вообще будет заходить Это, сходить и такими маленькими торбочками в магазин Короче, вообще, я знаю, куда катимся Все дорожает, только зарплаты на месте стоят А так все дорожает у нас Ну, это, короче, катастрофа какая-то И снова здравствуйте, друзья Сегодня у нас 23 августа Начала снимать этот блок и на прошлой неделе Все никак не могу доснять Я снимала для кулинарного канала Несколько кулинарных блюд Сейчас немножко их анонсирую И вставлю вам кусочки видео Видеофрагменты Сейчас для кулинарного канала Буду готовить вкусняшки Вам покажу, что приготовила Но эти блюда будут на кулинарном канале Сейчас буду для кулинарного канала Готовить лепешки с сыром Рецепт будет на моем втором канале На канале Хозяюшка Рута Такие лепехи у меня получились Начинкой Сейчас буду их жарить Ну что, друзья Мои сырные лепешки готовы В общем, рецепт будет на канале Получились очень вкусные Классные лепешки Хочу показать, какие они получились внутри Вот с такой вот начинкой Посмотрите Классные Посмотрите, какие они сырные Сырные получились Очень вкусные С такой вот начинкой Вкусняшка И еще я готовлю второй рецепт для кулинарного канала Здесь у меня мясо под сыром Смазано в крем сыре Тоже очень интересный Вкусный рецепт Ай, какая вкусняшка получилась Какая красота получается И вкуснота Друзья К моменту выхода этого видео Уже эти рецепты И мясо И лепешек Уже есть на канале Хозяюшка Рута На моем втором канале Если вам интересно Переходите Смотрите Помните, я вам говорила Что я покупаю яйца Сременобазе Тут мне пришлось купить яйца В магазине И сейчас хочу вам показать Разницу В яйцах Вот это коричневое Магазинное яйцо А вот это Которое белое Это с базой яйцо Вот такая разница В размере Коричневое Это Элка Магазинная Ну а белое Это Базовская Иксэлка Но поверьте Элки Тоже Они почти такие же Как иксэлки Может быть чуть-чуть поменьше И намного больше Чем магазинные яйца Например В магазине Такие яйца Я вот Иксэлки Даже и не видела Посмотрите Какая разница Да Почти в два раза больше Поэтому мы берем яйца Только на базе Они такие Хорошие Хорошо чистятся Когда их отваришь И бывает даже Вот эти вот белые яйца По два желтка В них бывает даже Ну и давайте Ради интереса Мы сейчас И взвесим Сейчас для кулинарного канала Я снимаю видео Буду печь Гамбургский хлеб Так что если кому-то Будет интересно Если хлеб получится Первая сейчас пеку Потом покажу Что получилось Если хорошо получилось Конечно выложу На кулинарный канал Хозяюшка Рута И тогда туда перейдете И посмотрите рецепт Ну что Хлебушек поднялся Хорошо До конца Осталось 17 минут И обычно Я пеку хлеб На первой программе Басик Это основная программа А сейчас На седьмой программе Европенбрид Это европейский хлеб Первый раз пеку На этой программе Первый раз пеку Такой хлеб Но судя по всему Получился хорошо Слышите звук Какой хлебушек Класс Ну что друзья Посмотрите Вот на эту красоту Хлебушек получился Просто замечательный В общем Переходите на мой второй канал И там будет рецепт Потом он остынет Покажу вам разрезы его Субтитры сделал DimaTorzok Как я уже сказала в видео Уже два рецепта вышли Это сырные лепешки и мясо А хлебушек выйдет в четверг 26 августа Так что если вас заинтересовали В эти рецепты Переходите Кто не подписался На мой культурный канал Подписывайтесь И добро пожаловать Ко мне в гости На мой второй канал Также я еще хочу вам рассказать У нас в Латвии Произошло такое событие Очень людей много Вышло на митинги Против вакцинации Сейчас вам несколько фотографий Ставлю Покажу И расскажу У нас в Риге 18 августа Прошел массовый митинг Против обязательной вакцинации Это не то Что против совсем вакцинации Это против обязательной вакцинации Чтоб людей заставляли вакцинироваться Потому что есть люди Которые за прививки Есть против прививок Каждый должен решать для себя Делать прививку ему Или не делать прививку Для нашей спокойной Латвии Это довольно-таки Такой массовый митинг Собралось очень много людей Почему так много собралось людей? Потому что начали трогать наших детей Многие люди Против обязательной вакцинации детей Они не хотят Чтобы их детей Заставляли вакцинироваться Еще не проверенной прививкой Поэтому люди все встали И пошли на митинг Для нашей Латвии Это довольно-таки Такое событие Потому что мы такие Диванные критики Только сидим в соцсетях И критикуемся И мало кто поднимет свою попу И пойдет куда-нибудь Но вот люди Уже терпение не выдержало У людей И люди собрались А все это потому Что люди не доверяют нашей власти И вызывают подозрения Когда им что-то Очень сильно навязывают Потому что Как мы знаем Наша власть Она совершенно не беспокоится И вот это вот Навязывание прививки Очень подозрительное Люди уже ни во что И ни в кого не верят Я думаю просто Если бы наши власти Изначально О нас бы заботились бы Хоть что-то делали бы Для нас Было бы больше доверия И мне кажется Было бы больше вакцинированных А так вот такая вот Излишняя вот такая вот Прямо забота О нас Типа делайте прививки Прямо заставляют На каждом углу Чуть ли не деньги Готовы платить за прививки Это вызывает уже Подозрения У меня есть знакомые Которые вакцинировались И очень довольны Есть знакомые Которые сказали Ни за что прививку Не сделать колоться Не будут Этой гадостью У всех меня разные Сейчас немного Люди разделились Кто-то за Кто-то против Я пока тоже Не готова вакцинироваться Потому что Это непроверенные прививки Как мы знаем Есть смерть от прививок Да, они могут быть редкие Но где гарантия Что именно ты не попадешь Под эту смертность Государство тебе Эту гарантию не дает Поэтому я пока Воздерживаюсь Я не за Не против Я не знаю как лучше Я такая Сомневающаяся Я еще пока наблюдаю Людям мне нравится То, что сейчас Идет разделение На вакцинированных Не вакцинированных Да, вот это вот все Я думаю, что если бы Это все было бы Более спокойно Не вот такой Не было бы такой Агрессии Такого ажиотажа Да, если бы Вот спокойно Идет такой вирус Там все-то Спокойно преподносили бы Пресса спокойно Преподносила бы Не было такого Всего разжигания Я думаю Люди бы спокойно Ходили бы И вакцинировались бы И же другие прививки От которых мы вакцинируемся Детские прививки Я, например За детские прививки Вот эти Которые Да, вот Нам, когда мы рождаемся Там делают Разные От желтухи От того От того делают Да, прививки Вот эти вот Обязательные Детские Я как бы За эти прививки Я вообще Не против прививок Но вот Это почему-то у меня Я не знаю Какое-то Мне подозрение Не знаю Пока я еще не готова К этой прививке Потому что Слишком-слишком Как-то она очень Сильно-сильно Навязывается Ну Понаблюдаем Посмотрим Может быть И надо делать Не знаю Ну Я пока Честно Пока не готова Поэтому Не знаю Почему Но что-то меня Вот сдержит Что-то такое Внутреннее Какой-то там Стоп-сигнал срабатывает Что-то меня сдержит Хотя у меня Есть знакомые Которые многие сделали И пожилые знакомые Которые сделали Все нормально Все хорошо Ну Вот Как-то У всех по-разному Да И ну Как говорится Мы каждый отвечаем За свое здоровье Государство не несет За нас ответственность Оно за наше здоровье Не отвечает Побочные эффекты Никто не отменял И на себя Государство Ответственность не берет Поэтому Значит Я считаю Что должен каждый Решать для себя И почему люди Сейчас возмутились Потому что Уже хотят Вакцинировать За те 6 лет И многие Вот читают Комментарии В соцсетях Многие Просят Говорят Ни за что Не дам своего Ребенка Вакцинировать Ни за что А некоторые Женщины пишут Что Как только Разрешат Вакцинироваться Я сразу Поведу своего Ребенка Вакцинироваться Поэтому Ну Будем наблюдать Будем смотреть А вы пишите В комментариях Как вы Друзья По поводу Как вы относитесь К этой Обязательной Вакцинации Мне это интересно Ваше мнение Ну что Друзья Наверное Будем заканчивать Сегодня Влог Я с вами Прощаюсь Все кто не подписался На канал Подписывайтесь Ставьте лайки А также Нажимайте на колокольчик Чтобы не пропустить Следующее видео Да И забыла сказать Если вы хотите Перейти на Кулинарный канал Ссылка на него Есть в описании Под видео И также Будет ссылка В конце видео На заставке Так что Вы Обязательно Найдете Да У меня еще Есть третий канал Который посвящен С животным И также Ссылка Если на него В описании Под видео И на заставке В конце видео Ну все Я с вами прощаюсь До свидания До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok